У нас такой магазинчик, сумочка 77 евро, такой сиреневый стиль, такая вот мода, ромашковые джинсы, такой вот стилёк, ищем сейчас базарчик, потому что из-за Вайнахтсмаркта он менял всё время место, на этой площади у нас обычно проходит, но она пустая сейчас, а мне надо крестьянские яйца. Я ищу базарчик, у нас у меня базарный день, суббота перед Новым Годом, но надо искать, где он расположен этот базар, наверное там на центральной улице, оттуда идут женщины с сумками, мы идём тоже туда. Площадь пустая, базарчика нет, здесь ресторанчик у нас такой, здесь выход в банк, выбираю себе шпюлинг такой, шампуньки здесь есть. Всё, сделаю видео возле ёлочки, потому что у нас уже всё убирают, уже после Нового Года не будет их, поэтому я себя вот так фотографирую. Сейчас можно купить всё дешёвле в два раза, вот этот декорацион, вот лампочка такая на окно, например, 12.90, это за 6.50 можно уже купить. Всякие лампочки такие штучки. Посмотрим ещё, что есть. Дождики такие красивые. Так, вот этот дозик мне нравится. Сколько он? Не вижу цену я на них. Этот 6. Это за 3 евро сейчас мы нахожу. Игрушечки такие, донатики. Донатик стоил 4 евро. Сейчас можно его купить за два. Маффин можно купить за... Не знаю. Такой дозик тоже ничего. Такие игрушечки красивые. В золотом свете всё по 50%. Здесь всякие строительные ещё есть. Игрушки, всякие штучки. Сумочки такие тоже 50%. В золотом свете. Шарики. Дождики. Всякие фигурки. Для любителей розового цвета тоже всё 50%. Мои дорогие. Здесь можно купить бруно-бананью сумочку 25. Костюмчик. Бруно-бананью 25. Вот 20. Штаны и кофта и штаны. Такие штанишки. Но качество, конечно, не очень. Такая у Фланги цветочки красивые. Такие вот по два. Розочки по два. Орхидеи 6,90. Такая ёлочка. Инсталляция, декорация. Так. Сейчас иду по такому переходу. Мне надо эту коляску до машины довезти. За вот такую небольшую тачечку я заплатила 75 евро. Мои дорогие. Но у меня рыба там одна. Зеркальный карп. Стоит 15 евро. Это. И колбасы я хорошие набрала на теке. Тоже на 13 евро. А так в основном по мелочи, по мелочи 75 евро. Мои дорогие. Опс. Сейчас уедет моя коляска. Привет, мои дорогие. С вами опять Неля из Германии. У нас предновогоднее настроение. Я езжу закупки делаю. Потому что опять будет два дня закрыты магазины. Завтра как раз Новый год. И воскресенье. И магазины закрыты. Поэтому надо уже сегодня все купить. Не забыть. Всякие мелочи. Что надо, что не надо. Я уже с утра на ногах. Встала в 7 утра. Побежала на рыночек. Хотела купить крестьянские яйца. Мне это не удалось. Потому что еле нашла рынок. Он был в другой части города. И на другой улице. И был совсем маленький. Яиц там не было. Но были, вернее, с другой там какой-то птицы фабрики. Которую я не знаю. За ней стояла очередь. Цена была дорогая. Я думаю, нет. Я их никогда не брала. И переплачивать двойную цену за неизвестное качество я не буду. Ну и поехала сначала. Мне надо было для волос средства купить. Надо и покрасить корни. И всякие бальзамчики. Я в Росман сначала зашла. Ну и там набрала всего-всего-всего. Что надо, не надо. Целую торбу. Потом я поехала в Кауфланд. Еле нашла там парковку. Хотела пораньше. Поэтому из-за парковки. Потому что на улице парковка. И если места не найдешь, все. Тащиться же не будешь. Сумка там издалека. А в Кауфланде есть там русские продукты. И корка там есть. Красная рыбка. И вообще рыбный отдел у них шикарный. И мясная лавка такая шикарная. Такая витрина у них. Где все свежие колбасы, мясо. Я там как тормознулась возле этой колбасы. Потом на рыбу. Взяла такого зеркального карпа на 2,5 кг. Наверное сделала его в духовке. В фолье. Со специями. Выбрала такой зеркальный именно. С этими маленькими чешуйками. Там такая голова. Можно такую уху сварить. Еще подумаю что с ним делать. Я карпы не очень люблю. Потому что там много костей. Их в основном надо запекать. Ну еще придумаю. Лифтомати сделаю. Икру купила. Красную, черную. Заморскую. Что еще купила. Копченую красную рыбку. Что же я еще купила. А, и колбасы я набрала всякой, всякой, всякой. Чтобы так на тарелочке красиво, значит, порезать. Украсить стол. Одна там была как звездочки такие с салями. В форме звезд. Кровяной колбасы я захотела. Что еще взяла. Сок гранини. Какие-то сладости, которые остались там с Рождества. Уже уцененные тоже набрала. Но мне посчитали все дороже. Я вроде так все дешево брала. Смотрю чек. Во-первых, я на такую сумму не рассчитывала. Думала, у меня еще останется. На зеленюшку всякую. А у меня ничего не осталось. 75 евро как с куста. И была тележка пустая, вы видели. Это только для декорации стола, как говорится. И в этом Кауфландии еще все вот эти вот на елку украшения были 50% дешевле. Я как возле них там остановилась. Начала снимать. Не могла остановиться. Но так ничего кроме салфеток на стол я не взяла. Салфетки с дедушкой Морозом. И сейчас приезжаю. Парковки возле дома нету. Сыну звоню, чтобы он сумки взял. А его тоже нет дома. Он уже убежал на фитнес. Мои дорогие. И говорит, будет только через полчаса. Потом с дочкой мы тоже разминулись. Мы должны были с ней вместе как бы ехать. Но она вчера со мной не договорилась. А сегодня мне уже писала. А я даже не читала сообщения. И вот я подъехала к дому. Ей сейчас звоню. А она уже договорилась там со своим парнем. Вот. С ним поедем, значит, в магазин. А я думаю, что мне делать? Ехать дальше за всякими зеленюшками, салатами мне еще надо. Капусту, может, на голубцы. Кетчуп, майонез, тортик надо какой-то. Или заносить эти сумки как-то самой. Ну, тащить ее издалека. А я вот сижу, думаю, что мне делать. Сейчас еще круг сделаю, посмотрю, мои дорогие. Счастливого Нового Года. Опять я с вами. Уже в третий магазин я заехала. Или четвертый даже по счету. Никак не могу все собрать до кучи. Уже в Лидле была. Купила там всякие овощи, фрукты, сметанки, маслинки. И мне надо было еще пачку кофе купить. В Лидле не было никаких ангиботов. И я поехала еще в нету. И купила баночку. Пачечку кофе дал моя про дома за 4,99. И бутылочку воды. Спрайт. Пить хочу сильно. Хотела здесь кофе попить. Но я уже дома попила кофе с берлинером. И сейчас мне хочется только пить. Жажда. Вот этот цитроновый классный напиток. Очень освежающий. Парковка вся здесь занята возле НЕТа. Люди до сих пор скупаются. Никак не могут скупиться. Здесь еще собачий магазин. Что такое? Короче, такие семейные закупки сегодня. Фольпуль. Сейчас сыну напишу, чтобы он меня встретил. Он меня таки с фитнеса забрал. Мои дорогие. Я пока с дочкой там звонила, списалась. Он уже домой пришел и уже ждал меня. Поднял мне сумки. Мы покушали так вкусненько. Копченую курочку покушали из кауфланда. На эти макароны с классным соусом. Сейчас я ему напишу сообщение. Сейчас включу радио. Подключусь. Что если он мне будет звонить, чтобы он через навигационку меня махараешь. Я не могла даже встать. Сбоку возле меня две машины встало. Я хотела повытирать свой телефон. Тряпочка такой. И мужик прямо заезжает, не ждет. Такой вредный. Не хотел становиться в задний ряд. Хотел только возле меня. Мои дорогие. Да. Вот поля. Я вам сейчас покажу здесь икру. Чтобы посмотреть в кафе. Видите, даже задний ряд занят. Такого никогда не бывает. Погодка сегодня хорошая. Даже солнышко вылядывал. Сухо. Асфальт уже высох. А сейчас была девушка передо мной на кассе. Было человек пять. В одну кассу и в другую. Ох, солдите. Сейчас выйду отсюда расскажу. Здесь такая интересная улица. Стоит девушка в такой дорогой куртке. Монклер. Монклер. Такая коротенькая. Она. Большими буквами, значит, написано. Это Монклер. Она где-то стоит 700 евро. Минимальная цена, если не больше. И вся такая-то в марочных вещах. И платит картой. У неё карта не проходит. Не проходит. Видели этого придурка, блядь? Выезжают, блядь. Вдруг откуда ни возьмись появился. Я так обратила внимание на её куртку, потому что я таких курток в нашем городке не видела. Впереди тоже там что-то мигает. Я ехала в эту сторону. Было две скорые помощи. И они до сих пор стоят. Мои дорогие. До сих пор. И огни вот эти у меня горят. Уже бы выключили огни. Если они кому-то оказывают помню. Это фуэрвер. Альтенфлеги, как раз бюро. Там, наверное, кому-то стало плохо прямо на работе. Нотардс и фуэрвер. И кого-то забрали, видно. В этой машине. И Нотардс ехал в другую сторону вообще. Против движения. Вы же видели. Ничего бывает. Ох. Главное здоровье, мои дорогие. В старом году, в новом году главное здоровье. Так что гуляйте больше на свежем воздухе. Пока погодка позволяет. Много не пейте на празднике. Не наедайте сильно. Салатики только. Овощи и фрукты. И немножко красной рыбки и икры. Мои дорогие. А, так это девушка в этой куртке. Монклер. У нее не проходила карта. И она три раза эту карту там вот. То ли она с Украины. Значит, ее куртка с Турции. То ли она немка, но потратила все деньги на куртку Монкле. На еду уже нет. Вот поля. Одни полиции. По радио сказали, что на Новый год много полицейских привлекают. Потому что всякие дела могут быть. У меня прошлый новый... Машину, ну, поломали. Поломали у меня дворник. И этот дворник я не заметила. И он мне поцарапал лобовое стекло, мои дорогие. Так вот я встретила 23-й год. Надеюсь, что 24-й будет лучше. Morris. Yorkื». counting. Тие кое-кonseи. Немногих. Немногих.